Она называется «Интернет как оружие», вышла она в издательстве «Индивидуум». И там рассказывается о том, как интернет следит за нами, как с помощью интернета Google, Amazon, Facebook и многие другие сервисы получают кучу информации обо всех пользователях, обо всех нас. И нас очень эта тема заинтересовала, понимаете, что тут и книга, чем занимается Денис, и наука, то, чем занимаюсь я, они соседствуют, поэтому сегодня мы вместе с ним ведем передачу данных. Слушайте, любопытно, откуда вы получали информацию? Это первое, что возникает в голове, потому что рецензенты пишут, он переварил массивы информации, но эти массивы-то, это секретная информация. Откуда вы ее брали? Или бизнес тайна какая-то? Ну да, но это много разных источников информации. Потому что книга, она и историческая книга, и рассказывает про то, что происходит сейчас в этих компаниях, но большая часть, больше, чем третья, про историю. И про историю интернета, и откуда интернет появился. Так что, ну, все зависит от, ну, про что я пишу, если это про сегодня, или про Google, или про тайны этих компаний. Но я использую разные источники статьи, которые были написаны, разные документы секретные, которые появились на свет, в том числе документы, которые Эдвард Сноуден опубликовал, опубликовал, украл и опубликовал. Много разных источников. Источников есть, источники, например, есть такой закон в Америке, называется Freedom of Information Act, где закон из 70-х годов, когда была такая гласность, такая была в Америке в 70-х. Это поправка, с вами это слово. Да, да, и момент такой гласности был в Америке в 70-х, и был такой закон приведен, где можно, в принципе, требовать у государства какую-то информацию. Если она, ну, не секретная, то можешь получать. Иногда разные журналисты, я в том числе, делают эти запросы, ну, практически всегда ничего из этого не получается, не разрешают, не дают ей ничего, потому что я, например, пытался получить контракты между Google и ЦРУ. Эти контракты существуют, я знаю, что Google продает всякие свои услуги в ЦРУ и другим американским спецслужбам. Но понятно, что ЦРУ мне ответило, что мы не можем подтвердить или не подтвердить, если у нас эта информация. Короче, это, ну, все, это тайная вещь, так что идите, пожалуйста. Но разные журналисты, у них были разные другие успехи с этим. Были контракты, например, между Google и НБП, АНБ, Агентство национальной безопасности, где Сноун как раз работал, что контракты между этой компанией и этим агентством. Так что такие вещи, они, источники разные совсем бывают. И, ну, получается, что, например, у Google, тяжелее с Google вытащить информацию, чем, например, у ЦРУ. Прямо очень тайная компания. Да, очень тайная компания. Потому что нет никаких даже рычагов получить информацию от Google. Есть рычаги получить информацию от ЦРУ. Хорошо. Нет, так что идут такие, собирать всякие, ну, вот прям собираешь информацию, где можешь. По крупицам. Да. А тогда с чего вдруг у вас возникла эта идея? Понимаете, вот должно же было что-то произойти. Либо за вами следили, или вы какой-то фильм посмотрели, книгу прочитали, или вас так все достало. Маша вспоминала перед эфиром фильм «Враг государства» 98-го года с Уиллом Смитом, где за Уиллом Смитом следили там с воздухом и всеми возможными способами. И никто ему не верил, да, что он такая знаменитая фигура. Да, и это казалось фантастика. А сейчас-то это реальность уже абсолютная. Ну, да, но слежка всегда была в разных контекстах. Понятно, что следили раньше просто, ну, люди следили за людьми, были прослушаны, прослушивали телефоны, читали письма. Но такой письмники не было. Читали письма, да. Да, да, и, конечно, интернет, он сделал это все как-то так более легко, потому что эта сеть не только передает информацию и хранит данные, эту информацию, а является способом сбора этой информации. Так что она такая двойная сейчас. Ну, почему я про это написал? Потому что я работал журналистом в Кремлевой долине, писал про эти вещи и решил превратить это, идти глубже чуть-чуть про эту историю. Почему все эти компании построили, их бизнес построен на прослушке? Ну, компании, как Google, как Facebook, они следят за нами не потому, что им это говорит государство, а потому что они нам так зарабатывают деньги. Правильно? Они собирают на нас все, что могут. Вот мы используем их платформы, они собирают информацию. Все, что могут, они берут. Они строят такие, как досье про нас, пытаются понять, кто мы такие, что нас интересует, кто наши друзья. И они это делают, чтобы продать нам рекламу. Это достаточно банально. Но они делают такую вот, что тем, чем они занимаются, не очень отличаются от тем, что занимаются спецслужбы. Просто цель у них разная. А что значит прослушивают? Вот я сейчас сижу, и у меня, допустим, открыт на компьютере моя страница Facebook. И она нас сейчас слушает, нашу беседу? Ну, я не знаю, если телефон имеет возможность слушать. Непонятно, если они слушают. Есть показания, что, может быть, слушают. Но даже если микрофон не включен и не слушают, что вы говорите, все смотрят, с кем вы общаетесь, кому вы звоните, на какие страницы вы читаете, с кем вы общаетесь в соцсетях. Но это же огромная база данных. Откуда у них, как минимум, такое количество людей для обслуживания? Ну, это делает автоматически, но Google, ну, там сотрудники где-то 50 тысяч таких штатных, а если брать еще сотрудников, которые там работают, такие, ну, как обслуживающий персонал, там, может быть, до 100 тысяч, больше, чем 100 тысяч сотрудников. И у них, ну, Google вообще является одной из самых больших компьютерных компаний. Только количество компьютеров, которые они заказывают для себя. Ну, потому что у них вот вся эта информация, она обрабатывается, хранится на огромных таких, ну, как ангаров, которые по всему миру разбросаны, где эти данные держатся. И чтобы держать эти данные, обрабатывать, они заказывают себе компьютеры, которые строят для себя, и они одни из самых больших компаний. Они хранят вечно эту информацию? Ну, я думаю, да. Не выкидывают ничего. И если ЦРУ захочет узнать что-то обо мне, допустим, или о Маше, то оно обращается в Google, и специальный человек лезет там в соответствующий файл и все смотрит, всю мою историю поисков, всю мою историю звонков. Ну, да, есть такая, ну, есть разные способы. Есть какие-то тайные способы, где, ну, даже Google, может быть, не знает про те вещи, где спецслужбы американские, в том числе агентства национальной безопасности, они прямо взламывают, прямо вот, ну, взламывают американские компании и получают данные. А есть более, ну, законные всякие процессы, есть более секретные законные, есть более открытые законные. Вот, например, Эдвард Слоден раскрыл вот одну из таких самых главных, которые знали про нее, знали детально, не знали до того, как он раскрыл эти документы. И это называется, ну, программа PRISM. И там, ну, в каждом вот этим датар-центр, где вот огромный, там сидят, сидит прямо специально такой, как коробка, которая разрешает спецслужбам, как ЦРУ, агентство национальной безопасности, запрашивать и следить за разными пользователями и прямо получать даже сообщение на их мобильный телефон, когда ты заходишь. Все эти такие вещи. Слушайте, ну, а в чьих интересах тогда действовал Сноуден? Я думаю, он в интересах идеологических, идеологические убеждения были. Я думаю, там не было какого-то... То есть он гуманист, который просто вскрыл этот нарыв? Ну, там странная история. Я пишу про него в моей книге, я его и уважаю, и в то же самое критикую, потому что он, у него довольно странная позиция, потому что, ну, вот этот человек, который до того, как он раскрыл эти секреты все, он работал на ЦРУ, работал на агентстве... Да, АНБ. Но почему-то он там работал где-то 10 лет, но только понял, что там, ну, шпион был шпионом, он был шпионом, правильно, работал на спецслужбу, где, ну, следили за людьми, это главная цель этих спецслужб, и вдруг он только понял, ну, спустя практически 10 лет, что там, ну, там шпионы работают, ну, и что это цель. Ну, так что там довольно странная, какая-то наивная у него какая-то вот эта страна, которую тяжело как-то понять. Там такая еще тема, что когда он решил раскрыть эти секреты, как раз был президент Обама, а он был не поддерживал Обаму, так что там еще была такая идеологическая партийная вещь, мне кажется. Да, мне это тоже на ум пришло, потому что президенты меняются, 10 лет окей, но президенты меняются, и политика партии, и страны в том числе. А Санж? Ну, Асанж это более интересный, я сказал, бедумый человек, потому что он вот по-настоящему такой радикальный, радикальный, такой анархист-хакер, я думаю, как вот прямо вот из кино. Так что ему нравится бороться, ему нравится драться, ему нравится... Ну, уже не нравится, к сожалению, драться, он... Ну, драться, я имею в виду, драться, бороться с какими-то силами, которые самые сильными организациями в мире, это ему, это его... Мне кажется, это с детства, когда он взломал американская еще сеть, и когда он был хакером в Австралии. Ну, он взломал сеть, американскую военную сеть, и довольно было такое громкое дело, и это было первое... Его поймали, и его даже осудил в суд в Австралии. Так что, ну, у Асанжа довольно такой путь, он... Его можно проследить от начала до конца, и там его... Все логично получают. Идеология, его развлечения, что ему нравится делать, оно не изменилось. И он, ну, по-настоящему платит за это. Расплачивается довольно серьезно, ну, более серьезно, чем Эдвард Сноуден. Эдвард Сноуден, ну, он, может быть, в Америку не может вернуться, но он в Москве живет нормально, зарабатывает деньги нормально. Сейчас он собирается вообще, по-моему, отсюда уехать. А чем он здесь зарабатывает? Ну, я точно не знаю, но, как я понимаю, он зарабатывает на выступлениях. Так что его приглашают разные организации читать лекции, разговаривать с ними. И он, ну, он, понятно, сидит здесь, в России, но работает на западную публику, разная конференция. Да, у него такой робот есть, который двигается, знаете, такой, ну, который такой на колесиках, как экран такой. Так что он даже, может быть, на сцене ездит, а сидит здесь где-то, ну, в Москве. Прикольно. Так что, нет, так что Ассанж намного более, он такой, там, у Ассанжа, мне кажется, там, ну, не подкопаешься под него, даже если хочешь, потому что он, у него все очень логично развивается, и он по-настоящему расплачивается за это. Такой настоящий эргенционер, чистокровный. А кто еще за нами следит? Вот мы говорим про Google, да, допустим, Amazon, допустим, PayPal. Ну, все эти компании следят. Да, все эти компании следят, даже если это не главная часть их бизнеса. Google и Facebook, такие компании, их главный бизнес – это слежка. Ну, потому что они строят весь свой рекламный бизнес, который пытается угадать, что ты хочешь купить, ну, как раз в тот момент, когда ты захочешь эту вещь купить и показать эту рекламу, да. Поэтому он построен вот на слежке и на собирании данных. Строить портрет человека, ну, по-настоящему психологический портрет человека. И если смотреть на их документы, их патенты всякие, которые, ну, они ведь выпускают патенты этой технологии, там прямо подробно они могут знать, даже до, ну, сколько ты зарабатываешь, это понятно. Ну, даже если ты, там, являешься гражданином Америки или нет, ну, такие вещи, даже, ну, ты это не вписываешь нигде, но они как-то вычисляют это. Но даже если компания не зарабатывает на этом деньги, ну, это не единственная вещь, например, как Amazon, Amazon продает вещи, правильно, компания, которые продают, они все равно собирают данные, потому что им помогает это понять, ну, покупателя, показывать всякие вещи, которые, ну, ты можешь продать, рекламировать. И вообще тренировать свои какие-то внутренние системы, и вообще тренировать разные у них есть, ну, услуги, например. Amazon продает также услугу такую, ну, разным полицейским агентствам в Америке, которую может распознавать лицель. Это как сервис такой продает. А зачем Amazon? Я понимаю, зачем полицейским этот лицераспознаватель, а Amazon-то он зачем? Ну, Amazon ведь очень крупнейшая, не только ведь зарабатывает в торговле, а крупнейшая вообще интернет-компания, которая и вообще, ну, огромная часть интернета сидит на Амазоне. Amazon дает в аренду инфраструктуру интернета. Ну, что если ты хочешь сайт свой построить, от самого маленького сайта до самого крупного сайта, какие-то огромные компании просто арендуют у Амазона инфраструктуру. Понятно. Так что и государство делает это то же самое. Вы сказали, что вы, когда я задала первый вопрос, где вы брали этот массив информации для написания своего труда, вы сказали, что есть разного рода инструменты и компании, и упомянули и ЦРУ, и Гугл. А кто кого защищает? ЦРУ, Гугл или Гугл-ЦРУ? Ну, я думаю, там трудно найти границы между американским правительством и всяких спецслужб американских и Гуглом. Потому что там такая, ну, они просто, они связаны, они, я сказал бы, что разницы там большой нет. Тогда почему мы до сих пор доверяем Гуглу? Ну, хороший... Я вот сейчас сижу в Гугл-Док. Ну, да, я знаю. Ну, смотрите, это одна из причин, почему я написал эту книгу. Потому что я иммигрант, советский иммигрант. Мы переехали в Россию, в Америку, уехали из Советского Союза в 89-м году. Мне было тогда 8-9 лет. Я приехал как раз в Самарциско, мы поселились там прямо вот в сердце Кремниевой долины. Когда вот развивался этот .com-бум, и идеология эта развивалась, интернет-идеология, которая говорила, что интернет это такая вещь, которая... Это не просто технология, а это технология свободы, это технология демократии. Это технология, которая создаст новый мир. И только что нам нужно сделать, разрешить этим компаниям и эти технологии развиваться полностью, ну, как без какого-то ограничения. И любая компания, которая использует эту технологию для какой-то цели, она является каким-то двигателем свободы, двигателем прогресса. И Google, и все эти компании, они, ну, активно использовали и, ну, разжигали вот эту идею, что они являются агентом свободы. И что Google, даже если он, ну, базируется в Америке, и вообще, ну, весь, все юридическая база этой компании сидит в Америке. Это американская компания, тесно связана с американскими... И девиз у них даже был «Не будь злом», да? Да, 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 госструктурами всякими. Google, если она находится в России, или хочет, сказать, зайти в Китай, или в другие страны, это не связано, это не часть Америки, это не Америка. Это free. Это, да, это что-то другое, это новое, да, или висит над миром, летает, вот, и... Но это меняется уже, люди уже не так смотрят на эту компанию. Я никак не пойму, подожди, Денис, вижу, хочешь задать вопрос, я никак не пойму. Если мне скажут, что какой-нибудь... Хотя нет, они же мне и говорят, я пользователь Фейсбука, почему я тогда не боюсь этой слежки? Почему я не боюсь этой слежки? Почему я не отправляю далеко в прекрасные дали, в кавычках, Цукерберга? Может, и нечего скрывать? Ну, смотрите, просто здесь то же самое... А мне бесит сам факт. Ну, просто то же самое происходит, у вас нет... у нас здесь будет то же самое, например, если будете... Ну, у Яндекса, например, нет, Фейсбука, да? Ну, у Яндекса есть, ну, у Яндекса есть то же самое, как почта электронная, ну, поисковать... Ну, поисковать... ну, конечно. С ФСБ связано, да? Конечно. Слушайте, а вы... Ну, а кто-то сомневается об этом? Я не задумывалась, я не сомневаюсь, я не задумывалась. Вы приводите такой замечательный случай, когда, по-моему, в 2006 году компания Америка Онлайн выложила кучу, там, значит, поисковых запросов пользователей. Объясните, что такое Америка Онлайн, чтобы поняли, что это за компания. Это провайдер такой, очень старый американский провайдер. Провайдер, интернет-провайдер, все, понятно, чтобы слушатели поняли. Вот, и там, допустим, один пользователь выложил вот буквально такие запросы, подряд он их публиковал. Девушки, откормленные на убой, поджаренное нежное мясо девушек, нарезание стейков из ягодиц девушек, задушенные съеденные девушки, девушки нарезанные на стейки. Так, и что ты хочешь еще сказать? Что с этим делать? Вот, по идее, это маньяк, да? По логике, это маньяк. Его преступление, его можно как-то предотвратить, его можно скрутить. То есть это можно использовать, и, в общем-то, общество это будет одобрять. Ну, смотрите, да, просто мы ищем на интернете, или используем Яндекс, или используем Гугл, не имеет значения. Мы думаем, что никто там за этим не... Это как будто такая стена какая-то такая, просто что-то говорим, и оно исчезает какой-то в воздух. Но все это записывается, и все это остается, правильно? И остаются просто данные. Список всех поисков, которые мы забивали в эту штуку. Ну, если я так думаю про себя, как журналистка, ну, всякие вещи, которые я туда вожу, ну, они могут казаться довольно, ну... Опасными для... Опасными для... Это может быть маньяк. Власти, да. Вот, который парень или девушка вписывал, знаете, про... ну, про людоед, да? Да, интересался людоедством. Непонятно, если этот человек по-настоящему интересуется этим, или просто для прикола, смотрит, что есть в интернете. Ну, или... Ну, разве они будут так задумываться, когда кто-нибудь введет слова-крючки, связанные с терроризмом? Они не будут задумываться, просто так я заинтересовалась, как журналист? Или я действительно этим увлечена серьезно? Да, я хочу сказать, что когда вот 11 сентября был теракт в Нью-Йорке, Google только тогда, только-только, даже люди не знали про эту компанию тогда, но я знаю, что Сергей Брин хотел понять, он создал команду и говорил, мы давайте будем искать все данные, ну, поиски, которые люди вбивали в Google тогда, и пытаться найти, если кто-то, ключевые какие-то слова будем искать, и посмотреть, если, может быть, кто-то из этих террористов, которые участвовали в этом, может быть, использовали Google, чтобы, ну, узнать, как там, как управлять самолетом, как что там делать, ну, что-то искали про башни эти в Нью-Йорке. Он прямо это сделал сам, и непонятно, если это был, я не думаю, даже был запрос от полиции или спецслужб, он просто, ну, как сам, понимая, что у него, он сидит на огромном количестве информации. Сам решил поймать террориста. Да, скажут для слушателей, что Брин – это создатель Google, да? Да, один, да. Да-да-да-да, Сергей Михайлович. Сергей Брин и Лэри Пейдж. Да, Лэри, да. Да, да, все-все наши. И Лэри Пейдж тоже вообще, если посмотреть, он тоже, ну, русский. Даже несмотря на Пейдж и на Лэри. Так что, ну, все это делают, все следят. Так что, вот что, как мы не боимся это, почему мы продолжаем это использовать? Потому что у нас нет выбора. У нас нет выбора, но у меня есть выбор пользоваться социальными сетями или не пользоваться. Правильно? Ну, окей, я закрою для себя соцсети, но останусь в поисковиках, в той же системе Gmail, это тот же самый Google. То есть выхода нет. И на тебя будет собираться огромное досье в Google, в ангаре специальном, где стоит суперкомпьютер. В полях Аризона, да? А он уже там есть, да. Он уже там есть. Не только, а вот у нас телефон есть, стоит, да, вот, не знаю, какой он там, что это там, Apple или Apple. Apple. Ну, в Apple понятно, что... Да все понятно. ...собирается, так что там даже не надо ничего использовать, просто нужно использовать телефон. Я же рассказывала, даже это много раз в эфире, когда речь идет не о каких-то там ручках или чем-то распространенном, а когда речь идет, например, об уникальных нишевых товарах, грамм-пластинке. Это нишевый товар, правда? И буквально через секунду всплывает реклама магазина грамм-пластинок для коллекционеров. Ребята, не надо мне про совпадение. Окей? Хорошо, а как спастись-то от этого? Как вот защититься от этой тотальной слежки? Потому что, по сути, мы все вот, у нас у всех установлены жучки, да? Да, у нас монтированы жучки такие. Как от этого спастись? Никак. Ну, нет какого-то технологического способа, чтобы спастись от этого. Есть разные там, ну, рекламируй всякие VPN-ы всякие. Что это вы сразу говорите? VPN-ы-то, ну, это такие, чтобы ты подключаешься, не идешь напрямую, подключаешься к интернету через твой провайдер, а подключаешься через, ну, еще один уровень, если ты через провайдер, ты подключаешься через другую компанию, и потом... Это что мы делаем, когда Telegram пытаемся войти, да? Да, да, да. А войти, да, да, да. ВПН, а их надо все время менять. Ну, да, это есть, но просто там такой, ну, во-первых, непонятно, кто управляет этими VPN-ами, да, а во-вторых, VPN и похожие всякие вещи, как Тор, например, да, который такой является там самым таким радикальным VPN-ом, мы можем про это поговорить попозже, потому что он тоже финансируется американским государством Тор. Ну, они не скрывают тебя от того, что, например, если ты заходишь в Яндекс, или заходишь в Фейсбук, или заходишь в Гугл, ведь ты входишь прямо в свой личный... Аккаунт. Да, да, и, ну, и там все понятно тебе, так что даже ты пытаешься скрыть себя таким, еще один слой построить между собой и интернетом, все равно, когда мы используем эти все вещи, мы используем свой iPhone или свой Android-фон, там все понятно, кто нас привязан, там телефон наш. Ну, правильно, это моя личная вещь, поэтому она и привязана. Там привязаны банковские всякие счета к этому, так что там невозможно... Я хочу сказать, что эта вещь, это политическая, ну, здесь это только можно обойти как-то политическими силами, потому что нужно же сказать, что нет, это нельзя, нельзя, чтобы компании эти следили за нами. А вот в Китае пытаются это обойти? Там же запрещен, по-моему, запрещены? Ну, там у них свое, у них свое. Они просто, ну, в Китае довольно интересное сделали, потому что с самого начала, ну, в начале 2000-х, когда интернет начал расширяться по всему миру, Китай сделал, ну, решение такое довольно ключевое. Тогда еще было довольно сильное государство, не как в России, где оно было, ну, развалилось полностью, и, ну, и с интернетом государство вообще не занималось вообще практически никак. Там, ну, стражи сделали такую жесткую линию, что нет, мы будем создавать свою инфраструктуру, и видели, смотрели на интернет как, ну, как оружие. Видели, что это не сети свободы и свет, сети, там, не знаю, демократии, а сеть американской империи. То есть очень трезво подходили. Да, очень трезво, очень трезво, и они... И боялись, что их обвинят в... Ну, и сейчас у них очень такая, ну, своя инфраструктура довольно такая живая, очень, ну, такая у них прямо... Но все равно она построена на американской технологии, это, ну, они создали как такой, как барьер такой между своей, ну, национальной какой-то сетей... То есть они сами следят? Они сами следят довольно серьезно, вот, да, там очень активно следят. Получается, что интернет... Да, там прямо, ну, следят больше, чем на Западе, точно. Получается, что интернет, если смотреть на его историю создания, создавался ради слежки или вот все-таки ради свободы? Ну, ради управления военными силами всякими. Да, это сначала, конечно, ВПК, военно-промышленный комплекс для себя создавал. Ну, да, он был создан... Это вышло из такой... из модернизации, ну, управления американских военных структур. Это интернет вылез, ну, он был построен, ну, первая связь была в 69-м году, подключили в Калифорнии между университетом UCLA и университет Калифорнии-Беркли. Нет, Станфордом, извините. Но его дома начал развиваться в 70-е. А, ну, вышел он в 60-х, хотели создать новую систему управления вооруженных сил. Ну, чтобы можно было не звонить по телефону всегда, спрашивать, что происходит, а можно было как-то создать более автоматическую такую систему, где можно понимать, что происходит по всему миру, ну, сидя, условно, за компьютером. Но компьютеры тогда еще не существовали, так что это надо было построить. Вы существуете по обе стороны океана. Как вы считаете, мы вмешивались в выборы в Штатах или Штаты тоже вмешиваются? У нас эта тема тоже пошла с недавних пор. Ну, я думаю, наверное, что-то какое-то вмешательство было. Я был бы удивлен, если не было бы, не уважали бы себя, если не вмешивались бы в выборы в американские. Правильно? Но... Но это логично, потому что сейчас не наш, так сказать, человек на посту. Ну, собственно, не человек. Просто вмешиваться в выборы не значит, что нужно, что ты прямо хочешь поставить своего человека, а просто хочешь дестабилизировать чуть-чуть, просто вставить палку чуть-чуть в... Просто не нравится Хиллари. Да, да, реально Хиллари не нравилась. Но просто в Америке что думать, что не только вмешались в выборы, а что вмешались до такой уровня, что прямо полностью изменили итоги выборов. И что это сделали не только какими-то своими русскими технологиями, а это сделали через Фейсбук, это сделали через Твиттер, это сделали через Гугл. Да, это влияние на умы, если ты сидишь и меняешь IP, как будто ты домохозяйка из Небраски, ты начинаешь просто-напросто промывать мозг другой домохозяйки из какой-нибудь Аризоны. Ну да, там это... Все готовы были голосовать за Хиллари, а из-за того, что русские что-то там рекламу какую-то показали в Фейсбуке, они все перешли на Трампа. Но это очевидно. Так что я не думаю, что русские спецслужбы избрали Трампа или повлияли прямо так на выборы, чтобы поменяли... Все намного изящнее. Я был удивлен, если не было каких-то там мешательств. Яша, а как вам кажется, что будет дальше, что будет в будущем? Будет, вот вы упоминаете Филиппа Дика и то, что у нас называется особое мнение. Там есть служба, он описывает в своей фантастической книжке службу, которая предотвращает преступления. Человек еще ничего не совершил, к нему уже приходят полицейские, арестовывают его и отправляют... Фильм с Томом Крузом «Особое мнение». Да, 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 это фильм по Филиппу Дику. Да, да, да. Вот будет такое через 20 лет? Основывая Семен на интернете. Я думаю, никогда невозможно будет предсказать, что люди будут делать, но можно, конечно, предсказать интересы людей. Понятно, что можно их... Если ты делаешь что-то незаконное, какие-то высказания какие-то, и потом можешь следить за то, что... Если они так говорят, в какой-то личной жизни, ты можешь арестовывать их за эти преступления какие-то. Но, смотри, вот это угадать или предсказать, что будет в будущем, это одно из желаний американских спецслужб военных структур. Ну, и почему вообще появилась компьютерная технология и начала развиваться? Потому что такая идея, что создать такую сеть компьютерную, которая может сидеть над миром и наблюдать за миром, и наблюдать за всякие политические движения, что люди делают, про что они думают. Ну, как самолет двигается в воздушном пространстве, так что можно предсказать, где самолет будет через час, правильно? Ну, и вероятность, может, поведет чуть направо, поведет налево, но есть какая-то зона, где можно предсказать, где возможен этот будет этот самолет. Но то же самое можно сделать с людьми. И посмотреть на людей, как... Или там самолеты, или как, не знаю, как система какая-то... Ну, как погода, погода, правильно можно предсказать? Погода, да. Прогноз человеческих движений. И это было вот даже в 60-х про это думали. И люди, которые работали над интернетом, люди, которые создавали вот эти новые технологии, политтехнологии, которые можно было, например, предсказать мнение людей, которые бы голосовали на выборах, делать опросы, строить компьютерные модели и пытаться угадать, ну, как они будут голосовать. И эти люди, ну, один из главных людей, который это придумал, его зовут Исил Де Соло Пул, такой мужчина был в Америке. И он тоже участвовал в разработке интернета. И они реально думали про то, что вот главная проблема технократа, который управляет страной, это что они не знают, что люди думают, что в голове у людей. Если мир такой был прозрачный, и люди были прозрачны, или даже не простые люди, а, скажем, там, не знаю, президенты других стран или дипломаты других стран, если можно было понять, что они думают, или знать, что они думают, тогда было бы все лучше, тогда было бы все безопаснее. Не надо будет угадывать как-то, потому что ты можешь делать плохие решения, неправильные решения. И так что это было, ну, программировано практически в начале вот этой всей технологии. И сейчас у практически каждой спецслужбы, у каждого отдела военных сил в Америке, есть программа, которая пытается предсказать будущее, используя соцсети, используя разные новости. И есть прямо их так много, что даже их как-то, они появляются всегда новые программы, старые как-то, их очень много таких программ, хотят предсказать, что будет в будущем, предсказать конфликты, предсказать какие-то войны, революции. Это прямо, ну, это сейчас происходит, и я был бы удивлен, если в России таких же нет программ. Ну, это большой брат, по большому счету. Да. Вот все, что вы описываете, он уже реально существует, просто он пока не действует, не влияет на нас, там, в плане того, чтобы врываться, там, схватывать и... Все, все остальное в книге, друзья. Я вынуждена, я вынуждена прервать уже вас, как большой сестра, да, Денис Корсаков, спецкор-отделок культуры, Мария Баченина, и в гостях у нас был автор книги «Интернет как оружие», журналист-расследователь, историк интернета Яша Левин. Спасибо. Спасибо большое.